так рассмотрим несколько дизайн-стратегий опять же таки они не прописаны в учебниках каждый из этих стратегий я применял на личном опыте вот но что я хочу здесь вам порекомендовать во-первых сразу попробуйте понять на какой из типов стратегий какую диктует модель поведения опять же таки противопоставляем мы себя или например встраиваемся к лидеру или объединяем вокруг себя аудиторию то есть зависимости от того какая модель поведения собственно бизнеса и как она коррелируется как раз таки с определенным типом стратегии я сейчас делаю обзор всех стратегий которые здесь описано потом мы посмотрим с вами живые примеры я сделаю какие-то акценты которые вам позволят собственно понять эти стратегии поглубже и начнем со стратегии мимикрии многие ее путают со стратегией копирования на самом деле мимикрии более тонкая задача которая позволяет строится вашему дизайну вашему бренду в определенный контекст в определенную нишу или на пристроиться какому-то образу по сути да местами его повторить с точки зрения дизайна но имея определенные свои на надстройки вторая стратегия это стратегия копирования когда вы по сути выстраиваете дизайн таким образом что доказать то что вы скопировали дизайн то что многие дизайнеры это называют фейком здесь я хочу собственно развенчать все вот эти утверждения потому что очень мало есть дизайнеры профессиональных которые могут так скопировать что ни одна юридическая служба ни один патентный поверенный не придерется собственно к этой стратегии то есть опять же таки это не фейк а очень тонкое выстраивание как я говорю в килеватор конкурента по сути мы забираем у него его территорию нападая таким образом стратегия номер три весьма интересно это гребешковая стратегия она есть в маркетингах и она как раз таки отвечает за понимание дизайнером такой жизненной жизненных этапов продукта на полке ну к примеру мы возьмем какой-нибудь там булочные изделия допустим до которые мы потребляем казалось бы каждый день но они требуют постоянных каких-то обновлений и гребешок это когда продажи по сути поднялись там на финальной какой-то стадии потом мы что-то меняем в дизайне и опять собственно возвращаем продажи на прежний уровень благодаря вот этого вот изменения но в рамках единой концепции очень интересная стратегия для дизайнеров и опять же таки немногие ее реализовали это фейсинг стратегия то есть это та история которая отвечает за с одной стороны пятно на полке явно выделены нас вообще фейсинг что это такое то есть по сути у многих брендов есть там 357 позиций которые стоят обособлено на полке и выделяет бренд среди других вот этим вот пятном я прежде всего говорю про стратегию фейсинга как конструктор который позволяет в рамках работы с пэккеджем дизайна выстраивать такие соединенные объединенные конструктивные решения вот для применения собственно инструментов дизайна с точки зрения выделения среди на других участников рынка разберем следующие стратегии я ее называю стратегии контраста или дифференциации то есть это как раз таки характерный пример такой стратегии которая позволяет на фоне общих каких-то позиций на полке с точки зрения дизайна то есть берем какой-то категории например там кинь там например макароны до которые все красные там синие или там молочка где коровы луга там да и прочая история и создаем стратегию дизайн стратегию бренда таким образом надо для того чтобы мы с одной стороны очень тоненько не нарушали законы категории с другой стороны очень ярко выделялись среди других конкурентов и прекрасный пример гребешковых стратегий достаточно небольшой местный производитель конфета сорти казалось бы таким банальным способом поднимал долгое время продажи в своем регионе при помощи опять же такие маркетинговые стратегии который заключается на самом деле в очень простой истории то есть когда мы покупаем конфеты ассорти на скорее всего если мы говорим там про более взрослую аудиторию когда они идут там либо на какое-то торжество там кого-то день рождения либо какому-нибудь стоматологу на некий торжественный случай какой-то вот и в рамках собственно этой истории когда вас торжественный случай мы дарим там букет цветов они по сути конфеты объединились цветами что вполне себе приятной истории на что произошло дальше то есть как только у нас замедлялись продажи мы меняли сорта цветов сорта букета при том встраиваясь контекстом 8 марта дни рождений каких-то там праздников и вот так вот постоянно на изменение данного дизайна хотя казалось бы банальная да приносил очень высокую эффективность данном предприятии а